Часто задают вопрос, что делать после перенесенного заболевания. И ответ, как на меня, довольно простой. Делать точно то же, что и после перенесенного любого другого заболевания. То есть нужно постараться вернуться в свое обычное социальное функционирование. То есть к своей обычной жизни и привычной жизни. В принципе, с точки зрения психиатра, это самое лучшее. Потому что единственное, что способствует реабилитации после психической болезни, любой, это возвращение в обычную жизнь. То есть к общению со своими близкими, к общению со своими сослуживцами, к занятиям своими профессиональными обязанностями и личными интересами. То есть если вы посмотрите на человека как на некое социальное существо, то можно сказать, что его в жизни удерживают тысячи связей. Эти связи, это и то, как мы утром привыкли пить кофе, и то, как мы свое тело тренируем физической нагрузкой, и то, с кем мы общаемся, и то, какие газеты мы читаем, и то, по каким улицам мы ходим. Можно сказать, человек чувствует себя комфортно, когда он находится внутри некой сети, социальной сети, психологической сети, эмоциональной сети, отношенческой сети. И нужно постараться как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни. Потому что вот эти все связи постепенно, постепенно, постепенно будут вас выводить на предыдущий уровень вашей жизни, вашего функционирования. И, собственно говоря, выпадение из этих связей обычно и с точки зрения психиатра человека, скажем, десоциализируют, или, если с медицинской точки зрения посмотрят, эти инвалидизируют. И ничего удивительного для любого врача в этом нет. Это точно так же, если человек сломал ногу, перестал опираться на нее, не опирается полгода, ему надо придется заново тренировать свои мышцы. Точно так же и психика работает. Психика работает и развивается от постоянного функционирования. Если вы хотите выйти из любого негативного эмоционального состояния, нужно попытаться вернуться в свою обычную жизнь, которая вам приносит удовольствие, по сути, поддерживает ваше психическое здоровье.